Сегодня у нас произошел такой день борьбы со всякими, с атаками. Мы должны научиться, как с ними жить. Ну, пока вот действительно мы в небольшом количестве, но нас мало, мы в тельняшках. И мы сегодня продолжим чтение книги Мониту. Я думаю, что Натан разрешит Андрею поставить, я скажу, когда это... Кто будет показывать? Кому сделать хостом? Андрею сделаем. Хотя нет, тогда знаешь как, не надо так, я тогда сейчас сделаю. Ну, если ты закрыт, у нас здесь совсем немного. Я боюсь теперь, послушай, ну, боимся, сегодня боимся. Подожди, ну, если никто не может войти? Да-да-да, все, я сделал, пожалуйста, да. Вот, ну, перед этим все-таки я... Ох, ну, Вадим и Таня, ну, что делать? Действительно, те, кто сегодня не попал... Ну, мы сделаем лекцию покороче, может быть, я немножко еще вернусь в следующий раз, на то, что я скажу сегодня, но начнем мы с небольшого возвращения к теме, о которой мы говорили в прошлый раз и, может быть, даже до этого. Я хотела немножко уточнить некоторые понятия, о которых мы говорили раньше. И одно из этих понятий – это Ихуда Медот. Я очень сомневалась, как правильно перевести это понятие именно в контексте Манитум, в контексте книги, которую мы изучаем. Потому что вообще говорили с тобой общее публилистическое понятие согласования, объединения всех качеств Всевышнего. Но что оно означает именно в контексте этой книги, в контексте подхода, который нам Равошкин-Ази излагает, эволюции идентичности от человека, от первого Адама до Мессии, до сына Адама, о котором Маниту говорит сын Адама, Бен Адам. И в этом контексте именно Ихуда Медот, объединение качеств различных, подразумевается соединением множества идентичностей, возникшей в процессе истории, в некую одну общую идентичность человеческую. Не то, что все люди, не дай бог, станут одинаковыми, но слияние различных личностей, различных представителей человеческого общества в некую общую картину – это то, о чем мы говорили уже и раньше. И я не из этой книги приводила пример из другой книги, как Маниту описывает трагедию в Вавилонской башне, как разрушение идентичности, существовавшей до потопа, некоторой исконной идентичности человечества, которая называется иври, и которая сохраняется только у потомков Авраама, а все остальное – это как зеркало, разбивающееся на много кусочков, каждый из кусочков, который отражает некоторый аспект божественности. Но искаженный. И там Маниту приводил пример, что целью, в рамках этого примера, целью человечества – собрать назад вот эти все отдельные куски. То есть стоит, может быть, здесь упомянуть тему взаимоотношения, единства и множественности, который неоднократно упоминает мораль. Мораль всегда подчеркивает, что в нашем мире отражение единства возможно только через множество. И это можно представить на простом примере, как если мы говорим о бесконечности, скажем, прямой, огромной, бесконечной прямой на плоскости, то как мы можем покрыть эту прямую небольшими отрезками или точками, только если мы можем увеличивать их количество, различные в местах эти самые отрезки помещать на этой прямой. И тогда множественность нашего мира во всех ее проявлениях, она отражает какие-то различные аспекты божественности. И при этом конечная цель – это достижение единства. И как мы увидим далее, это достижение единства возможно только через путь морального усовершенствования человечества. И вот каждая часть, на которой разбивается это зеркало общечеловеческое, каждая часть, которая представлена каким-то из народов, в ней есть по сути два недостатка. Во-первых, она только часть, а не целая. А во-вторых, из-за того, что она является только частью, у нее, по ее природе, есть некоторое искривление, есть некоторое отсутствие аутентичности. Она отделена от общей картин. И поэтому задача человечества – собрать вот эти все различные куски, разросленные картины, разросленные идентичности. То есть мы увидим, каким способом вообще, говоря, может соединиться это зеркало, эта картина в одну общую мозаику. И это, собственно, тема этой книги, как продвинуться в этом. И мы об этом уже неоднократно говорили, что у нас есть задача научиться моральному поведению, понять, как правильно относиться к своему ближнему. И эта задача стоит в рамках народов. То же самое, как один народ может жить в контакте с другими народами. И тем не менее, вот то, что еще интересно сказать про Равашкин-Азеша, с его точки зрения, в его представлении, то, что человечество может собрать это зеркало из различных кусков. Но сделать его единым, это зависит от Всевышнего, не зависит от человека и от всех наших усилий. То есть в этой работе, которая нам поручена, мы проявляем максимум, что можем. Мы собираем вот эту разрозненную мозаику, эти осколки стекла в некую целую картину. Тем не менее, вот составить ее, слить ее, дойти до, довести до совершенства, выразить уже полностью вот эту идентичность, которой вся история стремится, которая есть цель этой истории, мы по Равамониту, человечество само по себе без божественной помощи не может. Это похоже на то, как Маймонит говорит о пророчестве. Он описывает долгий путь человека к тому, чтобы стать пророком, как он должен совершенствовать себя. Но даже если человек, так пишет Маймонит, сделает все, что только от него зависит, если на пути к святости, на пути к пророчеству, последняя ступень между святостью и пророчеством, она не зависит от него. Если Всевышний захочет дать ему пророчество, он ему даст, а нет, так нет. И при этом есть другие философы, например, Герман Коэн, если мы считаем, мы не ту философу, Герман Коэн, Франц Розенцвальг и тот же Левинас. В принципе, такое ощущение, что они считают, что все зависит от человечества, что мы сами можем слепить вот это вот и дойти до этой точки в разделенной истории, когда человечество достигнет моральной высоты, который требует от нас Всевышний. Но вот то, что говорит Раш Кеносей, что здесь чего-то все-таки будет не хватать. Если вернемся к тому представлению, как это прямую мы покрываем какими-то отрезками или точками, или там, допустим, это бесконечность прямой линии, или бесконечность, на которой расположены числа, мы разложим на ней все рациональные числа, все равно останутся еще числа иррациональные. И если даже мы добавим иррациональные числа, все равно останутся числа трансцендентными, до которых человек сам как бы никак не может дойти. Есть какие-то числа, которые не появляются ни в каких уравнениях, это с точки зрения математики. То есть они где-то там на этой прямой существуют, и они как бы показывают бесконечность, бесконечность божественную. Иногда я представляю это себе так в контексте заповеди Тары, что есть запрет подниматься по ступенькам на жертвенников. Ступеньки – это числа, это какая-то рациональность, это стадии, это какие-то уровни. А по дороге к божественности не должно быть ступенек. Это кереш, это такой наклонный путь, в котором бесчисленное количество ступеней и точек. И вот это вот дополнение, во всяком случае по Маниту, любой пример он ограничен, конечно. Но по Маниту, после того, как мы сделали все, что смогли, и создали, и воссоздали эту картину, которую должны воссоздать морального уровня человечества, признающего другие народы, признающего других людей как часть божественного уровня, тем не менее останется еще что-то, какое-то божественное действие, которое восполнит эту картину. Еще один кусочек, который остался у меня с какого-то раза, ну я как-то его так постаралась быстренько проскочить, потому что он не был труден для перевода и не очень понятен, но вот теперь я хотела к нему вернуться и рассмотреть его в контексте той же самой проблемы. И там сказано приблизительно так, что Адам – это единственная личность в мире. И есть только одна возможность быть Адамом, а все, кто пришли после него, они сыновья Адама. Есть тут некоторое внутреннее как бы противоречие. Если Адам – это архетип всего человечества, то как же мы говорим, что все остальные уже – это не Адам, все остальные – это Гнедам, все остальные – это его порождение, все остальные – это развитие идентичности. И каждое поколение несет какой-то своей идентичности, поднимается в этом развитии от уровня к уровню, развивая идею продвижения. А Адам остается как бы где-то, как какой-то корень всего этого. Как же я говорю, что все человечество – это тем не менее Адам. То есть есть в этом какое-то несогласование. Но с другой стороны, если мы на это смотрим так, что Адам – это, с одной стороны, не прототип человечества, потому что он другой изначально, он создан Богом, а не рожден. То есть он не может быть моделью для человека. От него просто исходят эти поколения за поколением, которые продолжают развить идентичности. Но в конечном итоге все это развитие приходит к некоторому концу, который, да, отражает личность Адама, идентичность Адама. Потому что на самом деле все это развитие, оно каким-то образом содержится в Адаме. Тут надо сказать, что для Маниту, вот это понятие, которое он употребляет, идентичность, оно понятие философское, психологическое, он все время им оперирует, но в Кабале то, что он ставит как некое параллельное ему понятие – это понятие души, то есть нишаман. Если, говоря философским языком, происходит развитие идентичности, личности, то на языке Кабалы происходит развитие вот этой души человека. А душа, как мы знаем, состоит из пяти различных уровней. И есть некий высший уровень, который называется ехида. И вот эта ехида, возможно, она является душой, идентичностью первого Адама, и поэтому она как бы связана со всеми душами, связана со всеми народами. Она содержит в себе все, но эта связь, она не проявлена открыто. И только к концу времен Всевышний проявляет эту связь ехиды со всеми остальными душами, со всеми душами людей, с душами народа. Как-то вот так. То, что я хотел сказать, было ли понятно, и есть ли какие-то вопросы. Я думаю, там открыто, да, в нашем узком кругу. Да, ты что-то хочешь делать, Шер? Я хочу спросить, есть ли вопросы какие-то. Да, без сады к вам. Да, все, кто хотят, могут открыть свои микрофоны, нет проблем. Нет вопросов. Сейчас уже непонятно, либо все заткнуты, либо вопросов нет. Полный беспорядок. Люди вообще с нами. Да, Юра? Нет вопросов. Нет вопросов. Все нормально. Ну ладно, тогда, Андрей, мы продолжим. Поставьте тогда... Ну, мы сделаем не очень длинный урок, еще минут 15, потому что как-то неудобно, что у нас сегодня мало народу, и я не хочу затягивать, но поскольку мы уже собирались перейти в более интересный, может быть, более, может быть, менее захватывающий, когда мы там говорили о Берешит, о всяких мирах и прочем, может быть, это было более захватывающе. Это был разговор, но тут он более актуальный, потому что именно, как мы говорили в прошлой еще главе, именно с сына Адама, с того, кто был первым рождем, а не сделан руками Бога, начинается как бы история человечества настоящей. И тут будет, в общем, в некотором смысле повторение того, о чем мы говорили в прошлый раз, но, как это всегда бывает, с некоторым добавлением. И Адам познал Хаву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказал, приобрела я человека с Господом. Вот это считание, и она зачала, и родила, оно встречается в писании 28 раз, но чаще, то есть около 50 раз, написано просто и родила. То есть есть разница между двумя выражениями и добавление вот этого определения и зачала, и родила. Ну, понятно, что если родила, значит сначала зачала, это не просто так. То есть в нем есть что-то дополнительное, это сейчас Рава нам будет объяснять. Слово из зачала показывает, что мы достигли этапа, на котором не только существует отличие от Адама, ну да, есть какое-то формальное отличие, что он был рожден, другой человек, не сделанный Богом, а рожденный. Но тем, помимо этого, дополнительно, также происходит значительный сдвиг от идентичности Адама к идентичности сына Адама. Это не просто формальное различие, различие судьбы, различие восприятия себя, но это существенно меняет, вводит в мир новое качество, новую идентичность. То есть тот, кто рожден естественным образом, он по сути своей, он другой, его качество, оно другое, это некоторый новый шаг. До этого понятия о беременности родов не существовало, и вдруг это происходит, это становится неотъемлемой частью новой реальности. Мы так привыкли к обычному для нас событию рождения ребенка, что не можем почувствовать восхищение перед чудом рождения, ведь мы уже не можем представить себе другой ситуацией. Нам трудно вообразить чувство Адама и Хавы в тот момент, когда произошло первое в истории рождения. Мужчина познает свою жену, и вдруг происходит что-то совершенно неожиданное. Естественным образом у них рождается сын, живое материальное существо из начала и родила. Я помню, когда-то в детстве, где-то мне попалась, в детстве, в юности, какая-то фраза такая, что тайна зачатия всегда беспокоила человечество. Я не помню, кто это написал, где, может, в энциклопедии было написано. Это так до сих пор засело у меня в голове, потому что я представила себе, что это не так очевидно даже, так сказать, на каком-то историческом, преисторическом уровне. Связь между действием зачатия и рождением ребенка. То есть постепенно люди могут проанализировать то, что происходит, что девушки обычно не рожают, и понять, откуда вообще зачатие происходит. Но на самом деле вот эта связь, она совершенно не очевидна. Но, по-видимому, все же то, что происходит, тем не менее, оно очень впечатляющее событие. То, что написано из начала, это не просто описание начала и процесса рождения, то есть будущего. Но это также описание появления новой человеческой идентичности в мире. То есть еще раз он подчеркивает, это специально написано. И в других местах, видимо, в Танахе, когда написано из начала, это тоже подчеркивает, что в этот момент появляется новая идентичность в мире. Каждый раз, когда в Танахе появляется слово из начала, это указывает на то, что в мире появилась новая идентичность, которая не существовала у родителей. То есть на самом деле, я думаю, в предыдущем поколении. Что произошло? Существенное изменение в идентичности. Появилось в мире новое качество. На этом этапе истории происходят два события. Беременность и роды сами к себе. А второе – переход от идентичности Адама к идентичности сына Адама. А именно, в первый раз нам открывается новая идентичность человека, которая берет начало в обоих родителей, но отличается от них способом рождения. Синтез между отцом и матерью создал новую идентичность, которая берет начало в них обоих, но значительно отличается от них тем, как они появились на свет. В данном случае самый большой хит уж, самая большая новость, то, что есть, это то, что люди могут производить других людей, потому что до этого мы думали, что все делается только руками Всевышнего. Таким образом, можно сказать, что личность отца изменяется под влиянием личности матери и раскрывается в личности сына. Мы уже в прошлый раз говорили о том, что для Маниту то, что является базовым в истории – это личности, это идентичности, а не то, что с ними происходит, а не исторические события. Это очень важное отличие от обычного взгляда на историю, когда говорится, что личность может влиять на историческое событие, на то, что нас интересует в истории – это то, что происходило. Это войны, это революции, это мир, это стройки, это переселение народов, исторические события. А личность, может быть, в это время была более моральным, может быть, это время было более аморальным, но как бы в целом. Мы не смотрим на историю, как на историю личности, на самом деле. Это оно для Маниту, это главное. И смена отца на сына, переход – это базовое то, что движет историю. Переход от одной идентичности, от одного поколения к следующему, который начинает решать свои какие-то проблемы. И при этом, конечно, события какие-то в истории происходят, но они нас интересуют, поскольку они влияют на личность человека. И в данном случае на личность Адама влияет, конечно, то, что происходит, то, что у него рождается сын, то, что в мире появляется новая идентичность, она влияет и на личность самого Адама, на идентичность Адама, она его как-то изменяет. То есть, на самом деле, даже я не думаю, что тут происходит существенное изменение. Есть некоторое внутреннее «я» у каждого человека, у каждого личности, у каждого поколения. И вопрос только, каким образом оно будет реализовано. Это вопрос, который занимает Тарум. У каждого отца есть один сын, который продолжает его, реализует заповедь плодиться, и еще один мальчик и девочка, чтобы осуществлять «разгнажайтесь». То есть, мы говорили о важности множественности, эта множественность необходима, но есть один какой-то сын, который продолжатель этой главной линии истории. Этот особенный сын становится прототипом для своего поколения. Не обязательно это первенец, но чаще всего в начале Тары, во всяком случае, это первенец. Святость или высшая человеческая идентичность проходит только через одного из сыновей. Теперь «и родила Каина». Это необычное выражение. Более естественная формулировка, и так мы видим в основном в Таре. «И родила сына и дала ему имя Каин». Нормально? Иногда объясняется, почему она назвала его Ру-Вен, иногда не объясняется, почему она его назвала так или иначе. Тем не менее, сначала ребенок рождается, потом он дает имя. Новая личность, но в данном случае новая личность как бы уже родилась с именем. Родила Каина прямо сразу. Согласно Таре, имя человека не только внешний признак, но также оно и выражает внутреннюю сущность, идентичность человека. У других философов, например, есть такое впечатление, что в НИТУ он как-то соотносится с Розенцвайгом, который тоже вот эта идея имени, обращению по имени, смысла имени, он тоже деляет очень много внимания. И для него имя – это нечто очень внутреннее, очень личное. Поэтому, когда кто-то к тебе обращается по имени, это личный контакт довольно глубокий. И это просто я в скобках упоминаю. Но здесь Ромашкин язык говорит это для того, чтобы подчеркнуть, что имя Каин не просто ему дано, а он прямо родился уже с именем, который выражает его сущность. Первое, что от Адама требовалось совершить в мире, это дать имена всем животным. Но это подчеркивает то, что имя – очень важный компонент, компонент человека, компонент животного. Тот, кто смотрит, вот Адам смотрел, ну это, наверное, будет, и создал Господь Бог из земли всех животных, полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И как назовет человека всякое же вовищество, так и имя его. Одна из особенностей, характеризующих человека, это способность и желание определять и называть каждый предмет и объект. Имя вещи на святом языке выражает ее сущность. То есть человек, когда, не знаю, он говорит об этом или нет, но если скажет, мы это еще и прочтем потом. Когда человек смотрит на жирафа и говорит, о, это жирафа, он попадает, осознает ее сущность и определяет ее своим языком. Согласно Медрошу, человек в своей способности определяет сущность, ну да, конечно, стоит выше ангелов, и через имя, которое человек дает Творцу, он делает его царем в этом мире. Это понятно? Если я называю Всевышнего царем, то этим я выражаю его сущность. И она начинает реализовываться в этой мире. Я даю возможность ей реализоваться в этом мире. То же самое, как с животными. Таким образом, царя указывает нам на скрытую сущность вещи. Присвоение имени какой-то вещи открывает сущность, скрытую в ней. Тут, конечно, связь будет некоторая с Платоном. Например, стол, шульхан. Да, это не только название предмета, на который ставят посуду, но также его сущность. Есть некое свойство шульханию, стольность, не знаю, как по-русски сказать, неотделимое от названия предмета. Он называется шульханой, и вот есть и такое свойство. Если это верно по отношению ко всей природе, то тем более верно для человека, обладающего свободой выбора. Тора видит в имени сущность, а смена имени вызывает изменение сущности в реальности мира, что можно продемонстрировать, например, Авраама. Дальше есть мидраж, который я не буду даже считать, потому что многие его знают. Если Авраам, когда изменяют имя Авраама, Авраама и сад, сарай, то изменяется их сущность. Если раньше у них не было детей, то теперь они могут иметь детей. Имя Каина было сотворено вместе с ним, и поэтому написано, и она зачала и родила Каина. И написано, «Каина дала сына и дала ему имя Каина». Имя Каина – это его идентичность, как будто бы невозможно было его назвать иначе. Далее в стихе сказано, «И сказал, приобрела я человека, Каин Каин Каин, человека с Господом». Нахманит говорит, «С Господом, уготованного мне». Она хотела сказать, «Будет у меня это приобретением для Господа, так, как когда мы умрем, он будет вместо нас служить Господу». Имя Каина – это его сущность, и смысл ее Хава объясняет так, «И сказала, приобрела я человека с Господом». Раша объясняет Каин, так как это приобретение, киньян. С Господом, как бы вместе с Господом, немножко не так, как Нахманит. Он считает, что это для Господа, то есть быть после нас, замещать нас в этом мире в служении. А Раша в основном подчеркивает совместное приобретение, как бы вместе с Господом. Когда он сотворил меня и моего мужа, только он один нас сотворил, но в этом мы были его партнерами в сотворении Каина. Адам знал своего Творца непосредственно. Он знал Творца мира всем своим существом. В отличие от него, Каин, родившийся из чрева человека, знает и помнит только рождение чрева матери, только через нее. Каин – это обретенное создание. Создание, которое приобретено, создано в отдалении от источника. Его главное свойство Каина – это приобретенность. Он полностью куплен, он полностью приобретен, он полностью готовое такое совершенное с его точки зрения существо. И это следствие того, что он создан непосредственно Богом, а как бы в отдалении от него, через посредников, через других людей. При этом Хава не дала ему имя Каина, но и родила Каина. В этом предложении между глаголом «родила имя Каина» есть еще предлог «эт». Второй этот предлог указывает на сущность вещи. Само начало идентичность ребенка была Каина. Хава только объяснила, к чему имя таково. Приобрела я человека с Господом. Анахмонит объясняет стих так, назвала одного по имени приобретения, а второго – Гевель, так как приобретение человека подобно чете. То есть оба имени, они как бы составляют некоторую фразу. Каин, Гевель. Это, конечно, приобретение, но все чье-то. Но имя Гевель не объясняется. И поэтому, потому что само по себе это высказание несколько пессимистичное такое. И далее Ашкеназий не уточняет и говорит, что тайная известная традиция в отношении Гевеля очень велика. Что такое Гевель? Согласно Таре Израиле, человек, осознавший себя как творение, вот эта главная точка, к которой, собственно, мы идем, я думаю, должен заслужить свою жизнь моральным поведением. Об этом он много говорил. Цель этого мира дать человеку возможность с помощью усилий и труда заслужить полученный им дар жизни. То есть оправдать его, купить себя, грубо выражаясь. То есть он, когда мы родились, мы еще на самом деле не куплены. Мы просто так взяты в аренду, мы подарены. А покупка происходит нами самим. Мы сами себя как бы должны купить. оправдать, оправдав доверие Всевышнего, давшим нам эту жизнь, чтобы как бы прожить ее так, как он от нас ожидает или не ожидает. А Каин, напротив, осознает себя уже приобретенным. Он уже готовый. В нем у него нет никакого обязанности что-то заслужить. Полным хозяином себя. Не признает себя творением, обязанным заслужить это приобретение. Это главное свойство Каина, что он не осознает, что он обязан себя купить. Он уже куплен. Со мной все хорошо, я на правильном месте. Он не понимает, что жизнь дана ему как дар. И на самом деле ему даже нет ощущения такого, что в этом есть какая-то накладывающая на него обязанность. как-то сказать, что в этом есть что-то, что накладывая на него какие-то обязанности. Тебе что-то подарили. Соне мотанота они. Будь, ненавидь подарки. Хлеб стыда, например. Вау. Предполагается философами и комментаторами, что Всевышний он хотел дать человеку бесконечное добро, но он не может этого сделать, не хочет этого делать, потому что нам будет неудобно. Ну как это так? Мне все дают даром. Я живу здесь за даром. Я живу на халяву. Я хочу получать заслугу. И это более высокий способ человеку что-то подарить. Мы немножко видели, что маниту не совсем так к этому подходит. Тем не менее, такой подход есть. И это частично, безусловно, и маниту с этим согласен. Но Каин совсем так не смотрит к нам. У него нет никакого стыда от того, что он получил себя за бесплатно. Он не рассматривает жизнь как процесс обретения идентичности, экзистенциального развития, движения к цели, но как разовое событие, которое свершилось во рождении. Все, я родился, я тут. Поскольку он уже совершенен, мораль больше не нюхна. То есть, это такое вот видение жизни, оно исключает какое-то продвижение, оно исключает моральный выбор, оно не дает места для морали. И поэтому Кайну как бы некуда двигаться отсюда. Кайна считает себя человеком существования, которое совершенно в своей форме приобретено, сделано и закончено. На этом я остановлюсь, потому что я действительно из-за того, что у нас как-то необычно мало, и мне не хочется затягивать урок. но хотелось бы что-то услышать. Может быть, здесь не было ничего необычного или нового, не знаю, или что-то интересное все-таки сегодня мы выучили из этого. Знаешь, Нихамарь, все это очень просто и все это безнадежно просто сложно и непонятно и что такое внутренняя сущность вещей и что такое стольность. Я сейчас приведу пример про стольность. Про стольность я могу привести пример. Есть такой закон, что нельзя сидеть на столе. Почему? Потому что есть такое понятие шульхан, стол, предложение, клевок предложения, который находится в храме. какая связь между тем, что там стоит шульхан и у меня дома стоит шульхан. Дом это предмет обстановки, на что хочу, на то и использую. Сегодня я наемный, я на нем сижу. И некоторые люди действительно совершенно спокойно садятся на стол и читают лекции по таре. Но это нельзя, потому что и у того стола, и у этого есть шульханью, есть стольность. Они находятся в некотором общем понятийном пространстве, которое объединено где-то в каком-то мистическом береге. Ты не можешь сидеть в настольности, это нехорошо. Не то, что это запрещено прямо за это тебе полагается карет или молкот, палки или что-то, но это некрасиво, это некорректно, неправильно. Есть некоторые вещи, которые объединены общим понятием. Стол это непростая штука, он есть у меня дома, и он есть в храме. И они родственники, они связаны какой-то мистическим представлением. и если как бы то, что Каин называется Каин, это не просто так, это потому, что он родился в этом понятии приобретенности. это не то, что у него нет развития, это не то, что у него нет надежды, это тоже неверно, потому что Бог ведет с ним диалог, и безусловно у него есть потенциал выйти, продвинуться, реализовать свою сущность другим способом. Но это мы увидим дальше. Замечательно. Я после твоего урока думаю, это бесценно. Спасибо. Есть вопрос еще от Тани. Да. Как состыковать пасуки Берешит 4.1? И человек познал Хаву, свою жену, и она зачала и родила Каина, и Берешит 5.3, и прожил Адам 130 лет и породил он подобие своем, по образу своему и нарек ему имя Шек. Женщина вносит новую идентичность, а роль мужчины какая, если сказано, что он породил? Кстати, идея у мужчины реализация? Ну, возможно, я не могу точно сказать. Здесь вот об этом не говорится, но говорится о взаимном вкладе, как мы видели сейчас в тексте, да, что есть отец, которого в следующем поколении продолжает его сын, но на самом деле в тексте, насколько я помню, там говорилось об вкладе обоих родителей, из которых рождается нечто новое, которое невозможно без того, чтобы там без участия матери. На самом деле понятно, что зачала и родила, в этом нет сомнений у Тары, кто раздавит, как бы это неудивительно, но действительно Татьяна права, что Тара выбирает мужские персонажи как концентрацию идентичности поколений. Женщины, возможно, вносят огромный вклад и в зачатие, и в рождение, и в продвижение, но во всяком в какой-то период истории идентичность проходит по мужской линии. Может быть, потом, когда-нибудь будет по-другому. Но мы находимся, если говорить о, допустим, о феминизме или о равенстве, мы говорили о несовершенстве мира, в частности о том, что солнце и луна, помните, что были задуманы два светила большие, а сделано одно большое и одно маленькое. И это одно из несовершенств мира, что в нем обязана быть иерархия, иначе до какого-то во всяком случае этапа оно не работает. Хотя в идеале, конечно, не должно быть иерархии, что все вот эти различные идентичности, и в том числе женские, мужские, разные народы, которые нам кажется, более развитые, менее развитые, все они являются дополнением одной общей картины, в которой нет иерархии, в которой нет высших и низших, допустим. и тогда эта общая идентичность, она как бы уже в ней нет различия между как бы нет иерархии, нет высших и низших, но в начале истории, безусловно, мир очень иерархичен, и в нем существует приоритет мужской, безусловно, и есть рабство, есть цари, есть подданные, и, по-видимому, на этом начальном этапе истории иначе быть не может. Вот таким мир был создан в начале творения. постепенно решая уравнение братства, о котором он говорит в Монету, возможно, мы придем к другой картине, но это длинный такой вот путь. Я думаю... Вначале нам описывается, в Кабале описывается, что это пространство Цинцума было круглым, то есть имеется в виду равноудаленное от точки сотворения мира, и поэтому там как раз было равенство и не было более высокого, более низкого и так далее. После того, как начинается КАФ, тогда уже начинается высокое и низкое. Но в конце истории мы видим... Это... Смотри, я думаю... Извини, Андрей, что я перебила. Я думаю, что это не идет речь о... Там идет речь о морали. Скорее. А не о устройстве общества, например. И не о том, как это... Не о развитии истории, как она... На ком она, как бы... Кто является двигателем. то есть, мы как бы начинаем с того... С такой картины, в которой нет морали. Картина мира там до появления человека вообще нет понятия добра и зла. То, что волк ест овечку, в этом нет ничего аморального. Это способ его существования. И вот этот змей, о котором мы говорили, он, в общем-то, тот же самый человек, но только без понятия морали, без понятия о том, что она должна развиваться, мораль. Даже если есть какие-то зачаточные представления о морали, может быть, самые такие утилитарные. Сегодня я не ем тебя, а завтра ты не ешь меня. Не важно. Тем не менее, идея о том, что мораль должна все время развиваться и продвигаться. Это вот идея прямой линии и развития. Так мне кажется. Во всяком случае, но на самом деле все гораздо сложнее. Это как бы очень простая структура такая. Идея в том, что на самом деле можно найти Всевышнего и в Игулим, и в природе, что он скрыт всюду, не только проявляет себя через моральное подвижение. Но это уже более сложная материя. И опять же есть одногласия, если Цинцум только в Игулим, или он в Каву есть тоже. По-моему, Монету считает, что есть в Каву есть Цинцум тоже, но это я уже за рамком нашего разговора. И мы слышали лекцию Рава Шерки про Кайна и Эвеля. Эвеля, да? Да, Андрей, помнишь, да? И он рассматривал другую линию. Про город ты имеешь в виду? Что-что? Про город ты имеешь в виду? Еще раз, я не понял. Про город, про город. Город начал строить потом Кайна. Нет, по-моему, вот эта там линия была отношения между братьями. Ну подожди, что ты сейчас? Мы дойдем до этого? Просто мы сначала на Каин. Нет проблем. То есть фраза то, что Каин говорит, а им Шомер... Мы еще до этого не дошли. То есть это не просто. У него была проблема с тем, что рождение брата... Ну, все правильно. Я не хочу спойлер делать, понятно. Это все спойлер уже. Я и так все время делаю спойлер. Догреваем общественный интерес. Да, но то, что ты сейчас сказал, что рождение брата... Вот я когда-то намекала на то, что события, которые происходят, они приводят к тому, что это должно или может изменить что-то в этой идентичности, этой личности, Каин в данном случае. И просто мы сейчас с Каин. Это глава у нас, рождение Каина. Следующая глава будет рождение Эвель. И там еще есть... Пока дойдем до убийства, еще несколько. Окей. Я хочу некоторую техническую вещь сказать, и хочу, чтобы она в записи тоже прозвучала. Я думаю, общая политика борьбы с хулиганами и прочими должна быть прямо противоположная тому, что мы делали в начале, а именно не бояться продолжать занятия и убивать их на месте. Поэтому, что я предлагаю? В качестве предварительной меры давайте сделаем так, со следующей недели все, кто хочет участвовать в наших занятиях, зарегистрируйтесь на сайте Zoom. Тогда я включу опцию, что могут участвовать в конференции только зарегистрированные пользователи. О, это хорошо. Я предлагаю напиши это всюду. Я предлагаю в имя пользователя внести какое-то значимое слово. Во-первых, это чтобы отличать человека в теме своих. А потом в воспитательных целях, например, человек пишет Израиль, по-видимому, фашиста он уже не напишет. Или, например, Бнынох или еще что-то, Гюла или еще что-то, люблю евреев Вася, ну, как бы, наверное, я нашел способ с ними расправляться. Я закрываю мышеловку и начинаю их по очереди убивать. Это доставляет мне практически физическое удовольствие. Поэтому я думаю, что мы будем продолжать наши занятия в Зуме и мы поборем эту ситуацию. А ты напиши в чате, чтобы все англеры окей, хорошо. В чате напиши, чтобы люди заявили. Да, напишу обязательно. Послушай, у меня вопрос. Если кто-то зарегистрирован в Зуме, то его уже... Ты можешь менять, я думаю. Нет, я понимаю. Я бы зарегистрировалась. Каждый может зарегистрироваться. Они зарегистрируются, а потом будут в себя таким же образом входить. Послушай, пара-пара называется. Посмотрим. Человеку надо зарегистрироваться, все еще написать, смотри. Пускай люди пишут какое-то значимое слово. Сейчас я выкинул кучу людей, но я забыл Таня, Вероника и все. А так будет написано Вероника, люблю Израиль. Ну, Сабаба, свой человек, все понятно. Или там Вася Геула, ну все, Маших, Петя. замечательно. поскольку, Натан, Натан, послушай, а это невозможно изменить, чтобы, поскольку здесь у нас не десятки людей, чтобы на входе мы их отстреливали, прямо на входе, чтобы они не заходили. Я тебе скажу, разрешать только своих. Нет, тогда надо делать регистрацию. Но регистрация, это означает, что мне надо проходить, откуда я знаю зарегистрированные люди, кто они. Но если он напишет один Вася, а другой Таня, я знаю, что этот Вася хороший. Нет, мы приблизительно знаем, кто приходит на наш этот урок. Регистрация, по-моему, это сложнее. Давайте будем минимальными. Не, не регистрация. На некоторых уроках Зума, на которых я была, просто хост, он утверждает каждого пригодящего. Приятный или не приятный? Да. Натан. Да, я хочу запись все-таки выключить, потому что сейчас техническое пошло. Да. Да.